Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Сегодня моя героиня – заслуженная артистка России Тамара Акулова. Это я вам аплодила, Тамара, от всей души. Спасибо вам большое за то, что вы сегодня моя героиня. Я страшно рада вас видеть. Вы вообще мой кумир, потому что все фильмы с вами я обожаю. Я с таким удовольствием «Детей капитана Гранта» опять смотрела. Просто с каким-то, ну, с восторгом. Так там все красивы, так там все молоды, так там все самоотвержены. Очень мне нравится это кино. Но я пришла к выводу, что я совершенно ничего не знаю об актрисе Тамаре Акуловой. Ничего не знаю. Ни откуда она родом, нигде родилась. Есть люди, о которых как-то все-таки что-то знаешь, а вот о вас я не знаю ничего. Вы откуда взялись? Не публично. Ну, так вот получилось как-то так, что не очень я люблю приходить, особенно, честно говоря, на телевидение. Вот вам сделала какое-то даже приятное исключение для себя. Спасибо. Вот, потому что ваша программа, она на самом деле теплая и очень добрая. Мой родной папа, который всю войну прошел с 1941 по 1945 год, Акулов Василий Павлович, сибиряк из Томска, закончил Ленинградский институт связи. И вот его призвали, отслужил, отвоевал, все пять лет ползал. Связь. Связист. Связист, они же первые. Они же первые, да, на передовой. Был дважды ранен, медали у него были. И вот когда он воевал под Воронежем, там были страшные бои. Вот, а папа на левом берегу находилась в наше село, Новая Усмань, Воронежской области. И там расквартировалась его часть, вот, около школы. Маме было 16 лет, он ее увидел, и после войны приехал. Да что, он прямо во время войны увидел? Да, он ее увидел, они там ходили на танцы с молодыми офицерами, танцевали. Не знаю уж, мама там ходила, 16 лет, она очень скромная была. Вот, и увидел ее, и, наверное, сказал, вот за этой девчонкой я приду. Вернусь. Вернусь, да. И вернулся в 45-м году, вот, и они поженились. Папа еще служил в Москве, и моя сестра, она родилась в 51-м году в Москве. А потом папа демобилизовался, и они уехали, он говорит, Ася, куда поедем? В Томск, вот, выбирай, или в Воронеж? Она говорит, ну, я не знаю, ты сам, ты хозяин. Он говорит, поедем в Воронеж все-таки, там тепло, в Томске холодно. Поэтому приехали в Воронеже, стали жить. В 57-м году я родилась. Но папа разбился в 59-м году, когда мне было два года. Как? На машине? На мотоцикле. Он был начальником почты в Новой Усмане у нас. Вот, и, значит, вот так вот ехал ночью. Мотоцикл с коляской. И там яма была, и мотоцикл перевернулся, да. И вот он не выжил, да, да. Мама осталась вот с двумя девочками. Моей сестре было 8 лет, а мне 2. Но она через 4 года вышла замуж за моего отчима, прекрасного человека. Моей отчим был армянин. Был, почему? Потому что он уже умер. Но это потрясающий человек. Он армянин был, сапожник. Очень простой человек. Ну, слушайте, он был такой невероятной доброты, душевности человек. Ну, просто очень добрый. Сергей Миронович Егизаров. Вот мой папа, я его называла папой. И нас, девочек, любил, воспитал. И выкормил, выучил. И, в общем, у меня только к нему самые прекрасные, теплые чувства. Я даже не чувствовала, что у меня нет папы. Армяне, они же такие, появятся первые, там, хрустали. Они сразу домой хрустали. Ковер. У нас первый телевизор. Они очень любили такое, чтобы... Но на тот период это было... Прекрасно. Богатство, да, да. Какой был уклад-то дома, вот, в детстве? То есть, что девчонки вы с сестрой должны были делать? Пятерки приносить, маме помогать, я не знаю, папу с работы ждать. Вот я вам расскажу про свою сестру. Она на 6 лет меня старше. Никто меня не заставлял. В доме всегда была идеальная чистота. Печку. Я ненавидела, когда наша печка, значит, что-то там черненькое. Грязноватая была. Грязноватая, да. Я, значит, в ведре эту известку разведу, ее всю выбелю, шторки сниму, постираю, окна помою. Значит, моя сестра сидит, вот такие ногти, она до сих пор. Вот ей сколько лет, она живет в Испании сейчас, она, значит, сидит так со мной, разговаривает по телефону. Я говорю, Лариска, ты до сих пор с красными ногтями. Вот она, красные ногти, я это ненавижу, понимаете? Мы с ней как белая и черная, в прямом смысле этого слова, я блондинка, она брюнетка. Вот, я люблю работать, а она нет. Значит, она так, мы идем из школы, мама, видно, ей скажет, ты Тамару забери, она забирает. Вот мы идем из школы. Я несу свой портфель, она. И я так смотрю, а на ней красный галстук. И я так на нее смотрю, она говорит, ну что, красный галстук хочешь поносить? Я говорю, ага. Она говорит, ну сейчас, ладно, только ты за этом портфель мой понесешь. Ух, какая ловкая. Снимает этот галстук, завязывает и говорит, на, и я иду, значит, с этим галстуком, с этим портфельмом. Ну, довольная такая, такая довольная, что невозможно. В общем, вот так. У меня сестра так. Я всегда любила труд, и для меня это вообще и сейчас у меня дома чистота, порядок, и я все делаю сама. Потому что, ну, я люблю готовить, там, не люблю грязь, там, это все убираю. Вот такой уклад был. Ну, какой уклад? Печку растопить, вымыть пол, с мамы обои поклеить. Поклеить, да. Это когда они появились. А раньше-то, вы, наверное, не помните, сначала покрасить надо стены, потом такой валик был и с рисунком. Его в золотую или серебряную красочку опускаешь и по этой краске вот так проводишь, а там рисуночек. А, рисуночек, да, да, да. Да, серебряный или золотой. Ой, слушайте, ну это прям красота, вы красоту наводили. А учились хорошо девчонки? Прекрасно. Сестра у меня вообще медалистка. Да что вы? Отличница, да, она хоть с ногтями, ее ловили, значит, к директору, и там завуч держал, а директор ей, значит, ногти стриг. Правда, да? Но зато она прям на доске почета висела, Олимпиады все выигрывала. Я потупее была, прям честно скажу. По математике не очень, но стихи, вот громкий голос. Да, да, да. Значит, Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Это прям меня сразу, и я была представитель Совета Дружины. А, понятно, то есть такая активная девица, да? Ну да. А всякие школьные, я не знаю, концерты, спектакли ставили в школе? Вы знаете, в школе вот почему-то у нас такого не было. Может, учителя не было, может быть, не было такого режиссера маленького, чтобы он ставил маленький спектакль. Ну, я вам про себя расскажу. Мне где-то было 11-12 лет, а у дедушки, значит, был двор, и гумно у нас там называлось такое. Где скотный двор? Вот курь там это, где держали все. И вот на этом гумне, значит, я сажала бабушек, а до этого, значит, я поставила два отрывка из спектакля. Расскажу, почему отрывки. Поставила прям сама? Да, сама, сама. ВИ я ставила, ВИ. Ага. Потому что у меня сестра моя двоюродная, Фаинка, у нее были вот такие шикарные длинные волосы. Угу. И я придумала, что ВИ, она будет у меня опускать вот так волосы, волосы будут вот так у нее, а потом откройте мне веки. И мы эти волосы вот так раз откидывали. Это вот у меня режиссерская такая вот задумка, да, была. Вот так она у меня ВИ была. И там кто-то еще в корыте ее выносили, значит, это паночку, паночку в коры. Вот этот ядр. И бабушек, значит, шали я вешала на проволоку. Потом шаль открывалась. И, значит, ВИ мы это все бабушкам показывали. Они были в изумлении. И второй я спектакль поставила 12 месяцев по маршаку. Я пыталась поставить спектакль, но у меня не хватило артистов. Ну да, там много. Там много. Там же 12 месяцев, королева. Это пачерица. Гуф мистерина, пачерица. Это там человек 15. Я только не нашла. Нашла. Нашла человек 6. Ну вот они у меня там королеву. А королеву играла я, правда. Когда я узнал некоторые детали из ее биографии, я сразу сказал, вот это тот самый человек. Ну, например, когда ей было там 7 лет, ее отлучили от улицы. Она уличная была. Она на улице собирала девиц, ребят, устраивала спектакли какие-то, играла, придумывала роли. И ее отправили в пионерский лагерь. И она дождалась, наконец, через 10 дней приехала мать. И она хотела домой вырваться. Она плакала, устраивала там скандалы, истерику. Бесполезно. И когда, значит, машина поехала, на газике они поехали, она побежала. Они поднимались куда-то наверх, потом поднялись. Маленькая фигурка. И отчим, говорит, бежит. Водитель, говорит, бежит. Он говорит, останавливаем машину, разворачивайся, поехали. Они приехали, ее забрали. Смотрите, она добилась. Вот такой характер у нее. Поступать в театральный вы не стали. Вы поступили в какой-то... Вот, я вам расскажу эту историю. Как приличный институт. Мама сказала. Мама сказала, да. Ее обожала, слушала. И, в общем, все такое. Значит, всегда мечтала и хотела. Вот это спектакль-то, ведь не просто так. Да, 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 да. Громкий голос. Стояла где это партбюро все наше. Это там орала, там все эти лозунги. Вот, и хотела. Но мама говорит, Тамара, хорошо училась. Поступай в Воронежский технологический институт пищевой промышленности. И говорит, всегда, всегда будет мясо. Нет, подождите, я же училась на макаронных и кондитерских изделиях. Какое мясо? Конфеты, конфеты будут. Всегда будет масло, мука, яйца. Значит, поступила я, вот год отучилась. И потом думаю, ну что ж я вот так вот год, вот так всю жизнь, а потом буду переживать. Пришла к маме, говорю, мам, ну не могу я. Но я поеду в Москву поступать, я на артистку хочу. А у нас тут в Москве жила тетя моя родная, мамина сестра. Вот поэтому я приехала к тете. Здесь были вступительные экзамены. И, в общем, я пришла к Сергею Федоровичу Бондарчуку в АВГИК. И, вы знаете, он меня сразу взял. Как это так? 400 человек было на место, или около того. Там прям вот реки были людей, реки. И вот это, посмотришь, это колышущаяся масса. И все, понимаете, какая атмосфера стояла. И все нервничают, и все переживают. И каждый думает, что это он. Он вот там должен у Бондарчука учиться. Он просто его не заметил. Это сейчас он его заметит и возьмет, и он будет учиться. Это такая атмосфера достаточно сложная была. Напряженная. Конечно. Вот, и вдруг нас вызывает 10 человек. И, говорит, вы поступили. Я среди них вот оказалась. А Сергей Федорович, я когда к нему поступала, Ирина Константиновна сидела. С Копцева, да. И всегда С Копцева, Ирина Константиновна, Сергей Федорович. Вот они, значит, со мной. Ну, это после туров всех они потом приглашали, чтобы поближе посмотреть, поговорить. Вот. И, значит, он говорит, ну, а откуда ты, деточка? Я говорю, из Воронежа. Он, о, Ира, мы же в Воронеже снимали судьбу человека. Да-на-да-да. Ой, какой у нее носик. А какие у нее зубки. Ирина Константиновна меня, кстати, очень любила. А знаете почему? Потому что я, видно, из деревни. Ну, мне... Пойдешь в эту костюмерную, а там костюмы-то, конечно, всех где-то оборочка оторвалась, смятые все. Да-да-да. Я принесу домой, все постираю. Поглажу, да. Пришью, выглажу все. Приду. Такая кумельфо. Она, ну вот, девица. Ну, посмотрите на Акулову. Ну, Господи, ну что вы, ну, в конце концов. Оборвоши какие-то, да. Ну, а вы все вмятым, вдраном пришли. Господи, ну, вот так вот. А получалось делать то, что они требовали? Или сложно было, Тамар? А вы знаете, у меня самые прекрасные впечатления о моей учебе в Афгике. Нас было, во-первых, мало. И они нас очень любили. Сергей Федорович поставил два спектакля в Афгике по повести Льва Николаевича Толстого «Чем люди живы?». Там я играла главную роль Матрёну. И Чайку я там тоже играла Аркадину. И поэтому всегда я была занята и как-то обласкана и любима. Несмотря даже на то, что у меня на четвертом курсе, ой, на третьем курсе, летом, вот Аня родилась. Она у меня в институте родилась. А, то есть вообще вы учились? Я ещё училась, да. Вот дела-то. Вот так вот получилось-то. Я в 24 года. Я же после института чуть-чуть попозже. Все в 17 лет, а я поступила, мне было 19. Да, понятно, да, после пищевой промышленности. Макаронных изделий. Макаронных изделий. Да что вы. Ну вот он, ну Тамара, ну что, что тебе по мастерству-то поставить? Потому что я с животом уже, она у меня в июне родилась, а экзамены там в конце мая. Ну что, ну четвёрку я тебе поставлю, ничего. Ой, Сергей Фёдорович, спасибо огромное. Спасибо большое. Ну вот, а в сентябре я уже пришла, мамка с бабушкой помогли. Ну конечно. А приехали, да, или вы туда отвезли? Нет, она у меня, дочка была где-то до 9 или 10 месяцев со мной здесь, а потом я отвезла её маме. Помню, что я всегда очень гордилась мамой, потому что помню такой момент, она там возила меня в школу на троллейбусе, мы ехали, и в этом троллейбусе висел плакат за водительским сидением, лицом к пассажирам висит вот этот огромный плакат, и там мама, я говорю, мама, мама, это моя мама. И кто-то там в этом троллейбусе, ха-ха-ха, там девочка с ума сошла, не обращайте внимания. Мама на экране для меня, конечно, королева. Яркое такое воспоминание, когда она меня взяла на съёмки, они тогда снимали «Дети капитана Гранта», это было, конечно, для меня такое незабываемое впечатление, которое повлияло на ход моей дальнейшей жизни. И отчасти, может быть, я профессию свою выбрала от огромной любви к ней, к тому, что она делает. Мы вообще отсматриваем наши работы всегда вместе, поэтому это для нас не что-то такое необычное. Мы всегда обсуждаем, мы обговариваем, мы созваниваемся. Она мне всегда звонит и говорит, «Аня, я вижу тебя на экране, я так кайфую, так классно!» А вот и моя лучшая подруга. Привет! Зина, я везде ищу тебя. Что такое? Что случилось? Зин, у меня беда. Ой, но тебе и продлица нет. Что мне делать, что делать? Сказать матери, но она не переживет этого. Уехать, уйти? Но куда? И что будет с ребенком? С каким ребенком? С моим ребенком. Какая жизнь ожидает его, моего ребенка? Так, 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 так. Я ничего не спрашиваю. Только скажи, это Костя, да? Ах, какая разница, кто? Тоже верно. Зин, помоги мне. Спокойно, ну ты же меня знаешь. Значит так, конечно, родителям ни слова. А то завертят в свою пластинку, что, как, кто. Но все-таки ты кто? Это Костя, да? У вас там партнеры совершенно взрослые. Вы не уверены были, Тамар, на площадке? Но, как вам сказать, опыт, конечно, приходит со временем. Чем больше у тебя ролей, чем больше ты играешь, тем, конечно, какая-то уверенность приходит. Да, ну мне было, в принципе, легко. Там не было ничего такого сложного, ничего драматического, не надо было играть. Такой хороший, добрый фильм. Очень добрый, хороший. Вы знаете, эти фильмы снимались, когда были потрясающие режиссеры, Тарковский, Климов. Бондарчук тот же, да. Герасимов. Герасимов, даже из нового поколения, там, Абдрашитов мой любимый. Вот, и поэтому, как бы, если сравнивать, вот, такие фильмы, то, конечно, это было такое легкое какое-то, может быть, не совсем серьезное кино. И так к нему относились. Но, вы знаете, по прошествии времени, вот сейчас, смотришь кино и думаешь, жалко, что таких фильмов снимали мало. Нет, это правда. Потому что они делают человека человеком. Они несут добро, они несут свет. Они несут, во всяком случае, вот смотрит его любой зритель, и он становится лучше, ему становится легче. Вы слушайте меня. Эдуард. Капитан Грант, бросая в море это письмо, вверял свою судьбу тому, кому оно попадет в руки. Оно попало к нам. Что вы хотите сказать? Я... Я хочу сказать, что начать супружескую жизнь добрым делом великое счастье. Вот вы, Эдуард, задумали это увеселительное путешествие, чтобы порадовать меня. Но... Можно ли испытать большую радость? Можно ли принести большую пользу, чем спасая несчастных, которым отказалась помочь их родина? Да, вы поняли меня, Эдуард. Дункан доброе, надежное судно. Не так ли, капитан Мангл? Разумеется, сударыня. Любой моряк может только мечтать о таком судне. Значит, Дункан может смело плыть в южные моря? Да куда угодно. Хоть на край света или даже вокруг него. Тогда в путь же, друзья, поплывем на поиски капитана Гранта. Костюмированные фильмы нравились вам или проще было, ну, как бы быть современной девчонкой? Вот эти фильмы, они, мне кажется, останутся навсегда. Потому что это красиво, потому что это романтично, потому что это всегда про любовь, это всегда про веру в эту любовь, это всегда про прекрасное, о прекрасном. Вот. Но, тем не менее, я вам хочу сказать, конечно, вот этих героинь, их достаточно сложно играть. В каком смысле? Героиня, она никогда не может что-то себе позволить. Вот даже чисто физически. Раз там, и что-нибудь выкрутасик какой-нибудь сделать. Да, конечно. Там раз, и шляпу там снять. Вот если героиня из «Бедной Маши», Ларисы Кузнецовой, она там раз, какую-нибудь шляпу, ба-бах, что-нибудь так, а, там что-нибудь ды-ды-ды. И интересно, а героиня голубая, она должна всегда вот на камеру только определенным ракурсом смотреть, понимаете? Оператор всегда говорил, Тамарочка, ну вот так не надо вот здесь вот настолько миллиметрик, ты вот этот очень красиво. И вот я понимаю, что это красиво, но это достаточно сложно и в какой-то степени неинтересно. И вот когда я уже постарела, ну, взрослая стала, там у меня аж был большой период, я не снималась, и вообще кино не снималась, по-моему, 12 лет. Да, кино не снималось, это точно. С 30, по-моему, у меня лет, или с 31, и начался второй период, это в 2001 году, мне было уже 43, что ли, или 44 года, сейчас я не помню, но не в этом дело, вот этот большой период. И вот по мере того, как я становилась старше, и мне предлагали роли, там, мам, сейчас уже бабушек, каких-то женщин трудной судьбы. И, вы знаете, мне это интересно, быть даже некрасивой на экране. Я этого никогда не боюсь. Мне это нравится. Меня гримеры обожают. Знаете почему? Потому что я говорю, вот делайте, вы художник. Вы вот, я прихожу, у меня же, я же блондинка, я прям как белое полотно. Вот, и они, на мне можно нарисовать даже, я не знаю, китаянку или японку там. И поэтому я говорю, делайте, что хотите. И вот эти платки бабкины, и вот это вот, вот так вот я играю что-то, какую-то бабку, мне это интересно. Тамар, я хочу спросить еще про Говорухина, своего любимого Станислава Сергеевича, про фильм «Дети капитана Гранта». Сейчас я понимаю, что интересно другое. А тогда, когда вот он затевал такой длинный фильм, в Болгарии вы, по-моему, снимали, да? В Болгарии мы снимали, потом мы по Советскому Союзу с ним в Ташкент и летали. В Ташкент летали. Да, много где местных. Он вас как нашел? В Грузии. То есть, где он вас взял? На пробы же вызывают актрис. Я думаю, что я не одна была претендентка на эту роль. А, то есть это были просто пробы, и не вот он где-то вас увидел, да? Нет, нет. Ну, может быть, мы где-то встречались в каких-то компаниях, я сейчас не помню, но вызывают, и до сих пор вызывают. И мне мои студенты, между прочим, говорят, ой, Тамара Васильевна, и вы ходите на пробы? Я, как? Вы не знаете, хотите меня пробовать? Я же с 74-го года, типа, снимаюсь, да. Еще ваши родители не родились. Я к этому вообще спокойно отношусь, потому что это часть нашей профессии и часть профессии того, кто снимает это кино. Поэтому полетела в Одессу, летала на пробы. Вот такой у меня даже сценарий. Сложно с ним? Ой, вы знаете, он прекрасен. Он очень любил женщин. Женщин, актрис он обожал. Он обожал меня и, наверное, всех актрис, которые у него снимались. Не очень мужиков. Он с ними так достаточно... Жестко обходился. Жестко обходился, да. Он был очень сложный человек. От нескольких актеров слышала, что с ним достаточно тяжело было работать. Мне было очень легко. Владимир Симонов. Она и сейчас, когда мы пересекаемся, редко. Она красоты. И женщина невыкновенной. Это знаю не только я. Это знает все мужское население мира. Это факт, что она настолько прекрасна. Когда мы с ней снимались, это было все замечательно. И она замечала. Кроме того, что она прекрасна, она прекрасный партнер, талантливейшая актриса. И это очень редко бывает комфортно очень с ней было играть. Мы играли мужа и жену. Мне очень комфортно было. Такое ощущение, что нам не нужно было рассказывать, что такой муж, что такой жена. Как-то все само пришло. И если были конфликты, они были близки к настоящим. Ну, естественно, играют. Если любовь, то тоже настоящая. Естественно, играют. В эти годы ужасные, когда не снималось кино. И это долго было. Это ни год и ни два. Нет, я же говорю, 12 лет. 12 лет. Вот это вы чем занимались? Вот вы что делали? Чем вы жили? Чем не в смысле материально? Я опять же вам хочу сказать, что я благодарна этому времени. Да ладно. Как это ни странно. Ну, вот знаете, человек выбирает, особенно артисты, выбирают или профессию, или семью. Ну, коль не было в этот момент профессии, у меня родился сын, я смогла его вырастить, посмотреть. Потому что, вы знаете, где-то все равно червоточинка гложет, что у меня так не получилось со старшей дочкой. Ну, вы молодая совсем более. Вот эти вот молодые, но все равно, понимаете, она же вот у бабушки. Все равно, вы знаете, к какой-то степени у меня где-то, ну, первый зубик, ну, не посмотрела, но все равно хотелось, конечно, чтобы она со мной была рядом, а такого не случилось. И я, конечно, очень-очень даже в какой-то степени переживала. Чувствовался виноватой. Да, и переживала, и переживаю, да. Вот. А с младшим сыном и посмотрела, и воспитала, и, в общем, и когда мы начали снимать в 2001 году, вот, кстати, на ТВЦ мой муж снимал «Наследница», потрясающее, кстати, кино, хорошее. Отлично. Мое любимое. Отлично. Давайте вот из «Наследниц» посмотрим кусочек. Однажды я прочла интервью отца, его спросили о его детях. Так вот он ни словом не обмолвился, обо мне, зато с нежностью говорил о вас. О том, какая вы талантливая и прекрасно рисуете пастылью. Знаете, как мне было обидно. Догадываюсь. Но вряд ли. Чтобы это понять, надо пережить это. А мне тогда жить не хотелось. Мне было 11 лет. А с мужем трудно работать? С мужем режиссером? Нет, он прекрасный. Он вообще у меня прекрасный, как человек. И уже не говоря о его профессиональных качествах. Он потрясающий режиссер. Он снял такие фильмы. Вот как у него фильмы, вот «Нежность и влюбленные», вот такой он человек. Вообще изумительный фильм совершенно. С ним очень легко вообще. Мне кажется, со мной тяжело, тяжелее, чем с ним. Нет, а вам на площадке вдвоем не трудно? Нет, нет. Он для меня всегда Ильёра Мухеддинович. Не потому, что он там вот так хочет или что-то. Я сама его называю Ильёром Мухеддиновичем, потому что мне так удобно. Я дистанцируюсь. Да, я понимаю, понимаю. А вот это режиссёр. Но у нас же снимались ещё потрясающие. Ирина Константина Скопцева играла мою маму. Маму, да-да-да. Да, и Лидия Николаевна Смирнова. Это была её последняя, кстати, картина. Она уже такая была старенькая. Но тем не менее, когда Лидия Николаевна что-то играла, и Ильёр ей говорил, «Лидия Николаевна, вы прекрасна, вы молодец!» Ирина Константина стояла в стороне и говорит, «Ну да, а для меня доброго словечка не нашлось». Не найдётся. Да-да-да. Ну, Ильёру пришло, приходилось. Вот с ними, они же Вертинская, Мариана, но они прекрасны. Они, вы понимаете, они такие были настоящие, естественные. Никто там не звездил, из себя звезду не строил. Мы были, как вот подружки все. К Лидии Николаевне ездили в гости, она ещё нас оладушками какими-то, истыковы, кстати, она учила нас, как делать оладушки истыков. Научились? Научилась, да. Я снимал фильм «Какие наши годы?» Искал героиню. Искал, пришёл в Авгик, я говорю, «Есть у вас хорошая, симпатичная героиня?» Я говорю, «Это есть, есть. Вот есть Тамара Акулова». Я говорю, «Не, не, не пойдёт». Я говорю, «А что, фамилии не нравятся?» Три-четыре года спустя, наконец-то, я её увидел. Увидел и думаю, ты посмотри, какой же я дуралей, чего же я её не снимал-то? Господи! Ну и потом прошло ещё два года на международном кинофестивале в Ташкенте. Я говорю, «Татьяна Акулова будет работать с японской делегацией». Она смешно говорит, «Я не Татьяна, я Тамара». Потом я её повёз с делегацией японской. И они говорят, «Японцы, покажите, как вы живёте». У меня мать тогда ещё была жива. Я привёз, показала, и в том числе и Тамаре, и мать сказала, «Ох, какая хорошая! Вот бы тебе такую!» Вот с тех пор мы как-то вместе. А ваш муж узбек, да? Ездите на его родину в узбекистку? Ездим. Я реже, а он часто. Дело в том, что сейчас в ГИК открыл там филиал свой. И ему предложили курс с Адальшой Александровичем Агишевым, курс сценаристов. Но сейчас хотят вроде как режиссёрский ещё, не знаю. Но ему ещё приходится по работе ездить туда, к студентам. Это такое прекрасное место в Узбекистан. Там просто прекрасное место. Это райское место. Там все есть. Там все есть. Там есть все, как в Одессе. Нет, как в Весы. А первый муж у меня еврей. Первый муж еврей. Ну вообще, папа армянин. Я всем говорю, когда армянам, цаватанем. Это беру боль на себя. Это такая армяне всегда так говорят. Это их приветствие. Цаватанем. Это приветствие такое у них. То они прямо говорят, вы армянка. Я говорю, да. По папе я армянка, по первому мужу еврейка, по второму узбечка. И у вас такая интернациональная семья. Совершенно, да? Насколько я понимаю, у дочери муж тоже. Наполовину араб. Папа у него из Сирии. Еще в 80-е годы приехал сюда учиться. А наполовину русский, да? А мама русская. А мама русская. И вот вы вот этим мишпухой. Третьим интернационалом, так назовем, да? Да. Вы что любите делать? Когда встречаетесь? Ведь бывает так, что сводит вас всех в одной точке жизнь? А как же? Всех сводит. Юрий Борис Шерлинг всегда приходит. Это ваш первый муж? Первый муж. Мы с ним очень даже дружим. И потому что я очень люблю свою дочку, обожаю. И у меня вот знаете, как у меня подруга... Это ее папа. Это ее папа. И у меня, знаете, как одна моя деревенская там тетушка говорила, дура, дура, да не дура. Вот знаете, не дура. Как-то у меня в 23 года развелись мы с ним. Я достаточно молодая была. И вот как-то ума нашлось. Вообще не ссориться. Никто никого никогда не делил. Развелись, конечно, не сошлись. Это бывает такое. Но у меня даже в мыслях никогда не было там что-то не отдать. Или ему сделать... Запретить. Запретить. Или пусть ему будет плохо. Что вы? А как дочка? А как Аня? Ну ей же будет без папы плохо. И вот он с ней по заграницам, в Америку, там, куда они только не ездили. В те времена, когда никто никуда не ездил. Но Юрий Борисович что-то всегда удавалось. Поэтому вот так вот. А он с дочкой. И, в общем, у них прекрасные отношения. И он активно принимал участие в ее воспитании. Активнейшее. Поэтому я ему только благодарна. И поэтому мы все этой межпухой своей собираемся. Ну что делаем? Готовим шашлыки. Как все. Кушаем, да. Разговариваем, спорим. А внуки какие у вас? Они современные. Современные в каком смысле? Ну, они все в гаджетах. Танцуют. У меня старшая внучка, она танцует. Такие современные, красивые танцы. И она ездит на всякие фестивали, на конкурсы. Ей 13 лет. А, и она прямо этим занимается, да? Она прямо этим занимается. У нее здорово это получается. А маленькой сколько? А маленькой вот 8 будет. А ей что нравится? Ну, она пока еще выбирает. Ну, конечно, 8 лет. Ну, она выбирает. Ну, она ходит на фигурное катание, она на конный спорт. Ух, как прекрасно. Она на плавание. Ну, в общем, мама их занимает. А как они вас зовут? Бабушка? Бабуля, да. Бабуля, да? Да, мне это нравится. А есть что-то такое в жизни, Тамара Васильевна, акулы, что вы любите делать больше всего? Я занимаюсь сейчас педагогикой во ВГИКе. Я работаю в мастерской Александра Яковлевича Михайлова. Вот. И с удовольствием этим занимаюсь. Мне это нравится. Это актерский курс, вы видите, да? Ну, и сразу это видно было, что природный талант он был, конечно, с полагающим. Это вот божий дар. Вот сверху что-то дано, и все. И, конечно, я тогда еще вот по-своему влюблен был в Тамару, в ее красоту, в ее какую-то такую трепетность. А потом вот посчастливилось. Лет уже 10 назад набрался на смелость. Я говорю, вот, Тамара Васильевна, вот не хотел бы ты вот со мной поработать. И вот я счастлив, что у меня на курсе одна из ведущих педагогов, Амара Акулова. И очень любит ее студента. Это дорогого стоит. Я не говорю о ее муже восточного склада. Но когда он взял, мы в гостях были у него, и когда он взял гармошку и стал петь русские песни, я был тоже в шоке просто от этой какой-то трепетности, красоты этой семьи. И действительно от меня ни разу за столько лет, приличное количество лет, даже намеку на какой-то такой, на шероховаться с нашим отношением вообще не было. Вот сейчас уже третий набор мой. Два уже я выпустила. Ну, как Александр Яковлевич, он уже немножко побольше. Я присоединилась попозже чуть-чуть. Ну, вот уже один курс мы выпустили, второй, а курс — это четыре года. Вы знаете, когда они заканчивают, и думаешь, бог ты мой, четыре года, вот так. Вот так. Только пришли. Только пришли. И вдруг они уже актеры и уходят. И так первый курс — это было невозможно. Я очень страдала, переживала. И как же они уйдут? Ну, потом приходит следующий, опять это как-то стирается все. Но тем не менее, мне это нравится. Это наше молодое поколение. Интересные они? Интересные. Бывают ребята интересные. Но вот этот сам процесс, он меня увлекает. Это увлекает. Это первый курс сложный. Он такой сложный, там тренинги. И мне хочется как-то соединить несколько направлений в этом смысле. Потом репетиции, какие-то спектакли я с ними ставлю. Мне это интересно. Но я ища начала-то, помните тогда? Да. На гумне-то у дедушки. У дедушки. На гумне, да, да. Спасибо вам большое. Замечательную вы рассказали историю о прелестной совершенно женщине, Тамаре Акуловне. Спасибо. Спасибо вам большое. Я желаю вам, чтобы вот эти 4 года, которые вот так проходят, да, на ваших курсах, чтобы они чуть-чуть бег замедлили. И чтобы вы успевали ими насладиться и порадоваться. И чтобы вот эти дети, которых вы учите, чтобы они успевали понять все, что вы им говорите. На мой взгляд, вы не можете им сказать ничего плохого. И чтобы они успевали у вас научиться тому, что вы сами знаете и умеете. И здоровья всему вашему третьему интернационалу. Дай бог. Это очень прекрасные слова. Дай бог, чтобы они поплатились в жизнь. Спасибо. Спасибо вам. На мой взгляд, это невероятная удача учиться у Тамары Акуловой. Потому что у нее можно научиться не только актерскому мастерству, но еще тому, как быть цельным, сильным и глубоким человеком. А вот это совсем непростое искусство. Актерскому мастерству